Антон Скаль Продолжение истории. После падения ребенка с трибуны Карандин-Арены тренировки хоккеистов в Ледовом дворце приостановили. Более полутора тысяч жителей региона не получили выплаты за прошлогодний поводок. В чем причина и есть ли шанс, что им все же выплатят деньги? Базарная уличная торговля вновь появится в Барнауле. Торговые павильоны вернут на старый базар. Проект благоустройства обсудили на днях. Рынок меняется буквально со скоростью света. Требования к кадрам все выше. В Алтайском крае реализуется федеральный проект развития национальной системы квалификаций. Он запущен уже в десятках регионов России. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Как сделать так, чтобы выпускники учебных заведений и работники со стажем отвечали жестким требованиям работодателей в условиях постоянно меняющегося рынка труда? В течение пяти лет в стране создают национальную систему квалификаций по поручению президента России Владимира Путина. О ней сегодня речь шла на конференции в Алтайском техническом университете. В ней приняли участие более 300 человек. Система квалификаций призвана сформировать профессиональные стандарты для ключевых отраслей экономики. Мы формируем систему, которая позволяет подтвердить наличие этих компетенций, то есть получить квалификацию необходимую и дальше с этой квалификацией прийти на рынок труда. Причем мы формируем открытую систему. У нас есть информационные ресурсы, которые накапливают данные о квалифицированных специалистах и в разрезе регионов, и в разрезе видов профессиональной деятельности. То есть, проще говоря, рынок труда становится постепенно более прозрачным. Это не просто рынок резюме, а это рынок квалификаций, который имеет доказательные основы. В крае уже создан региональный методический центр развития квалификаций. Работают шесть отраслевых центров. Независимую оценку профессиональных навыков в них уже прошли более 360 человек. Они полностью подтвердили свои компетенции. Для специалистов это станет дополнительным преимуществом при трудоустройстве. Гарантией защиты от возможного сокращения штата и даст право претендовать на более высокую зарплату. А подписанное на уровне правительства региона соглашение позволит и дальше развивать инфраструктуру национальной системы квалификаций в крае и достичь сразу нескольких приоритетных целей. Совершенствование механизмов взаимодействия работодателей, организации профессионального образования, ну и естественно повышение качества трудового потенциала, с которым мы связываем импульс дальнейшего развития ключевых отраслей экономики, да и социальной сферы Алтайского края. Пройти независимую оценку квалификации просто. Достаточно выяснить, утвержден ли соответствующий профессиональный стандарт. Их перечень размещен на сайте Минтруда России. Затем необходимо подать заявление в один из центров оценки квалификации и оплатить экзамен. Сдать его и получить свидетельство. Глеб Полянский, Алексей Шаульский. Новости. В 2018 году в городах и районах края произошло почти 3000 дорожно-транспортных происшествий. Из них больше половины в Барнауле. Об этом сегодня заявил губернатор Виктор Томенко на заседании Краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По данным статистики, 145 ДТП в прошлом году случилось по вине водителей автобусов. И более 70% таких дорожно-транспортных происшествий приходится на краевую столицу. Увеличилось и число погибших, к сожалению, на 30%. Если в прошлом, вернее, теперь уже в позапрошлом, в 2017 году это было 90 человек, то в прошлом году мы потеряли в ДТП 117 наших с вами земляков. Число раненых также увеличилось на 140 человек и составило 2930 человек. На динамику аварийности существенное влияние оказывает неудовлетворительное состояние краевых дорог. В этом году объем субсидий для муниципальных дорожных фондов составит 874 миллиона рублей. Губернатор напомнил, по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения» К 2024 году смертность в результате ДТП должна сократиться в 3,5 раза. А к 2030 году уровень смертности должен быть равен нулю. Больше полутора тысяч человек в регионе не получили выплаты за прошлогодний паводок, в том числе и жители Петропавловского района. На днях они обратились к нам в редакцию с просьбой выяснить, почему до сих пор остаются без положенной компенсации. Евгения Князева разбиралась в ситуации. Как встречать половодья 2019-го, если дома и подворья не удается восстановить еще с прошлого года? Жители села Зеленый Дол в паводок 2018-го долго не забудут. Говорят, что все еще не могут дождаться положенной законом денежной компенсации за потерю и порчу имущества. Все кругом, вот океан сплошной. Ну в доме было 20-30 сантиметров воды. Вот и мебель там частично испортилась. Ну естественно дом сырой и он за лето не высох. И сейчас было очень холодно зимой, потому что ничего не просохло. И таких, как Надежда Шабакина, в селе около 200 человек. Например, Наталья Александрова в своем доме живет уже 30 лет. Говорит, из года в год паводок ее семья переживала благополучно. Но половодье 2018-го нанесло практически непоправимый ущерб хозяйству и сильно разрушило сам дон. Стены покосились, потолок и штукатурка едва не падают на голову, а фундамент и вовсе прогнил. Думали, что обойдется, он начал потом рассыпаться. Сейчас надо фундамент. Пол в зале особенно. Начал как лесенка подниматься, вот так вот лежит. На кухне тоже. Под низом эти чурки подкладены. Сильно осел дом у нас. С вопросом, как дождать выплат и стоит ли надеяться, мы обратились в региональное министерство социальной защиты населения. Оказалось, что в прошлом году во время паводка в крае пострадали 25 тысяч человек. Почти все подтопленцы выплаты получили своевременно. Федеральные деньги, которые пришли в край из резервного фонда, были перечислены гражданам в течение 3-5 дней. Всего было 476 миллионов рублей. Выплачивалось единовременное пособие в размере 10 тысяч и финансовая компенсация за ущерб имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей. Но, как нам подтвердили, действительно есть категория людей, которая не смогла получить выплаты сразу. Сложности с выплатами возникли у тех людей, которые не проживали в зоне подтопления. И им пришлось доказывать свой факт проживания в судебном порядке. В момент паводка? В момент паводка. То есть люди в данных территориях находились, но по факту не были прописаны в домах, где они проживали. Вот у этих людей возникли проблемы. Это чуть более полутора тысяч человек. Чтобы исправить эту ситуацию, Алтайскому краю не хватает 32 миллионов рублей. По словам специалистов из регионального министерства соцзащиты, деньги должны прийти из резервного фонда государства. Над этим вопросом Минсоцзащита работает совместно с МЧС. Заявка на них направлена. Средства поступят на адресный счет подтопленцев сразу, как только федеральный центр ответит на инициативу нашего края согласием. Евгения Князева, Антон Червяков, Анатолий Фукс. Новости. И теперь давайте вместе разберемся, кто все-таки имеет стопроцентное право на компенсацию после паводка. Дело в том, что в связи с поправками 110-е постановление государство гарантирует денежные выплаты только тем, кто зарегистрирован по месту проживания в случае, если они признаны пострадавшими в результате ЧАЭС. Это значит, что подтопленные 2018 года, которые не имели прописки в зоне подтопления, еще могут получить средства. Но если ЧАЭС случится теперь, когда в силу вступили новые поправки, все сложнее. Внесенные изменения в 110-е постановление сделали условия проживания и регистрации в зоне подтопления обязательным условием для получения выплат. Тренировки спортшколы «Алтай» и команды мастеров временно приостановлены после падения ребенка с трибуны Карандин-арены. Соответствующий приказ подписал министр спорта региона Алексей Перфилев. Напомним, ЧП произошло вечером 4 апреля. С трибуны Ледового дворца упал пятилетний мальчик. Его госпитализировали с травмой головы. Известно, что на трибунах отсутствовало стеклянное ограждение. Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья. В приказе министра спорта говорится о приостановлении тренировочного процесса воспитанников спортшколы «Алтай» и команды мастеров на территории спортивного объекта до 18 апреля включительно. Решение связано с тем, что нам надо взять паузу на то, чтобы действительно проанализировать. Мы должны избежать всяческих рисков подобных инцидентов. Такого не должно быть, поэтому нам надо не допустить. А для того, чтобы не допустить, мы взяли паузу. Сейчас мы их посмотрим. Тогда, когда мы поймем, что все хорошо, будут занятия возобновленные. Пока мы не хотим рисковать. Это дети. Базарная или уличная торговля вновь появится в Барнауле. Торговые павильоны вернут на старый базар. Об этом рассказали на заседании общественного совета по туркластеру. Предполагается разграничить зоны народной торговли и пешеходные улицы с помощью оформленных в едином стиле торговых павильонов. Появятся сувенирные лавки, творческие мастерские, кафе и парковки на 160 мест. На всей территории старого базара будут пешеходные дорожки. Предусмотрена и возможность заезда транспорта со стороны проспектов Ленина и социалистического улицы Малоолонской. А на первом этаже разместят предприятие общепита, кафе, точки продажи еды на выносы быстрой еды. Второй этаж будет работать в формате рынка, где можно приобрести продукцию, в том числе алтайских производителей. Здесь же обустроят выход на террасу для проведения мастер-классов, в том числе кулинарных. Выслушав планы, участники заседания предложили организовать пространство между уличными торговыми рядами. Еще продумать разграничения парковки и территорию будущей набережной Барнаулки. Третий сезон проекта «Споем! Алтай» стартовал на радиоканале Катунь-ФМ. Прием заявок завершился 31 марта. Сейчас идет второй этап конкурса. Первый тур проходил с 1 февраля. В итоге из 100 заявок во второй тур прошли около 30 человек. Самому маленькому участнику всего 5 лет. Самому взрослому 52 года. Теперь авторов-исполнителей можно поддержать голосом в социальных сетях. Будут представлены тройки участников. То есть в это воскресенье первая тройка участников. За нее можно будет голосовать ровно неделю до 14 апреля в ВКонтакте в группе «Споем! Алтай-3». Голосовать можно несколько раз за нескольких участников, но только неделю. Соответственно, с 14 апреля в нашей программе будет представлена уже новая, другая тройка участников. И голосование запустится уже за них. Блюз, буги-фуги, рок-н-ролл и R&B. Маэстро из Америки Кэнни Вейн выступил перед барнаульскими зрителями. Каков рецепт фирменного звучания звезды мирового блюза узнавала наша съемочная группа. Заводные рифы баса, смена аккордов и фирменные триоли. Все это – стандартный набор виртуоза-пианиста Кэнни Уэйна. Концерт мировой легенды жанра буги-фуги-блюз прошел в Алтайской государственной филармонии. Легкая, жизнерадостная и мелодичная музыка Кэнни Уэйна – настоящий подарок для зрителей. Музыкант искусственно исполнил мелодии в стиле блюз, буги-фуги и айрон-би. Мой папа говорил мне когда-то, чтобы быть успешным, нужно жить музыкой, в моем случае – блюзом. Я успешен, потому что следую этому правилу, живу ей. Мы приготовили хорошее шоу своей музыкой, я хочу сделать публику счастливой. Блюз-босс, так называют Кэнни Уэйна, родился в Калифорнии. Играть на инструменте начал в 8 лет, а уже в 14 получил первые деньги в качестве пианиста. Сейчас музыканту 71 год. За его плечами выступления в США, Европе и множество наград. Канадский аналог премии Грэмми, высшая премия для блюзового пианиста Пайнта Паперкинса и признание лучшим блюзовым клавишником. Сейчас моя главная мечта – посетить те места, где я еще не бывал. Это Япония, скандинавские страны, Африка. Туда очень хочется. Для музыканта это третий тур по России. В этот раз барнаульцы услышали чарующее звучание блюзового пианино из последнего альбома исполнителя, который точно знает толк в музыке. На этом тур по городам Сибири у музыканта не закончился. Он посетил Новосибирск, Кемерово, Томск, а после Москву. Екатерина Варкентин, Сергей Сидых. Новости. Международный день спорта отмечался во всем мире 6 апреля. В этот день Алтайский край присоединился к акции «Белая карта» на первенстве края по Бочи. Это игра на точность. Паралимпийский вид спорта – более 100 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Смоленского, Первомайского и других районов соревновались в ловкости. Все подробности далее. В противовес красной карте «Белая» – как символ честности и конструктивного подхода в спорте. Пока этим флешмобом участники поддерживают всемирную акцию, Лиза не перестает тренироваться перед стартом. Говорит, диагноз ДЦП никогда не поставит точку в ее спортивной карьере. За плечами 10 побед. В планах стать паралимпийской чемпионкой. Я не считаю, что человек, у которого ограничена свобода движения, он не может жить так, как живут обычные люди, здоровые. Они также могут участвовать в каких-то соревнованиях, заниматься спортом, жить нормальной человеческой жизнью. Боча, на взгляд, он достаточно легкий вид спорта – просто катать мячик. На самом деле он достаточно тяжелый, потому что дети и люди, у которых проблемы с руками, им тяжело катать мячик. Ты думаешь, как сделать правильно ход, чтобы твой соперник проиграл. А перед тем, как сделать ход, нужно рассчитать траекторию мяча так, чтобы он приблизился к белому шару. Чьих снарядов оказалось больше рядом с ним, тот и побеждает. Регулярные занятия боча помогают мыслить тактически, развивают ловкость и точность. В Алтайском крае одним из самых древних видов спорта занимаются около 500 детей с ОВЗ. Они общаются, прежде всего, встречаются не так редко, они обычно замкнутые. А здесь они общаются раз, во-вторых, в физическом плане они укрепляют спину, укрепляют мышцы, ну и психологическое состояние, потому что все-таки спортивные соревнования, переживания, точные броски. А вот у нас очень активно в Барнауле и Бийске прям идут хорошая тренировка среди такой категории. Три-четыре раза в неделю тренируется, по два часа, очень увлеченно. И я думаю, что для такой категории людей, наверное, одна из возможностей проявить себя и выступить. Теперь победители чемпионата проявят себя в финале спартакиада инвалидов. Судьи сформируют сборную из шести человек, которые отправятся на первенство России в Йошкар-Алу. Анастасия Борисова, Антон Червяков, Новости. Также в Краевой столице стартовал традиционный футбольный турнир памяти Василия Фомичева. Дмитрий Голодких знает все подробности. В этом году региональный турнир памяти заслуженного тренера РСФСР Василия Фомичева проходит уже в 18-й раз. В Краевую столицу приехали команды Распадска из Междуреченска, Сдюшор-Кемерово, футбольный клуб Новокузнецк. Наш регион представлен Барнаульским Алтаем, двумя командами Полимера, Рубцовским Торпедо и флагманом алтайского футбола, мастерами «Динамо». Это заключительный этап подготовки. Мы планируем сыграть основным составом сегодня, 10 апреля. А заканчивать турнир будет наш молодежный состав. Но молодежный состав – это тоже дружный боевой коллектив. И однозначно мы в каждой игре рассчитываем на победу. Стартовый матч турнира проводили футболисты Барнаульского «Динамо» и Новокузнецка. Совсем недавно оба коллектива выступали во втором дивизионе первенства России. Сейчас представители Кемеровской области играют лигой ниже. Но противостояние двух команд с богатой историей всегда проходит очень ярко. На этот раз оба коллектива выбрали выжидательную тактику. И барнаульцы, и соперник весь первый тайм старались играть от обороны, присматриваясь друг к другу. Стартовый отрезок завершился с нолями на табло. Ничего особенного они не показывают. С другой стороны, и мы пока ничего особенного не показываем. Но, по сути, это первая у нас товарищеская игра. Сейчас притираемся дальше. Через неделю стартуем. Думаю, есть немного времени наладить. Во втором тайме игра проходила все по тому же сценарию. Единственный мяч был забит со стандарта под занавес встречи. После подачи штрафного барнаульцы упустили в своей штрафной площади защитника Новокузнецка Николая Шинкевича, который головой поразил ворота белосиних и принес победу своей команде с минимальным счетом 1-0. Завтра на турнире «Динамовцы» сыграют с «Полимером-2000». Дмитрий Гладких, Анатолий Фукс. Новости. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и продуктивной недели. До новых встреч!